Как называется? Хомяк собирает урожай и готовится к трудным временам. Прикроем дверь, то вот будет занят один на лицензии, там все дела, там как оно. Ага, хорошо. Лицензия. У нас сильный феймлой. Ага. День добрый. Здравствуйте. Какие изменения, что нового? Говорят, что вы сильно выросли в служебном плане. Ну да, я вот теперь генеральный директор и соучредитель инвестиционной компании Hamster Invest. Получили лицензию в прошлом году. Теперь наконец-то прошли этап первичной настройки, первичной сдачи отчасти всего-всего-всего. И теперь уже запустились полноценно на даже первый клиент. Есть даже два уже у нас клиента. Рассчитываем, что скоро пойдут косяком. А в чем ваше преимущество конкурентное? Почему косяком? Ну, наше преимущество заключается в индивидуальном подходе. И то, что люди, которые, грубо говоря, отвечают за принятие решений и принимают на себя риски, там все лицензионные, они находятся непосредственно в близости клиента. То есть наш таргет аудитории – это люди, скажем, со счетом от 10 миллионов до 100 миллионов где-то. Мы, соответственно, с каждым можем пообщаться. В первую очередь я, получается, узнать, какие потребности, что человек хочет, порекомендовать сразу же и там либо куда идти, либо дать возможность просто торговать, какие-то с налоговыми там нюансы есть. В общем, можно сказать, мини-фэмбли-офис только в очень дешевом варианте. Вот это одно наше конкурентное преимущество. Второе наше очень важное конкурентное преимущество заключается в том, что мы очень урезаны по тому, что мы можем делать, и в связи с этим крайне безопасно для клиента. То есть мы не можем красть деньги, их у нас нет, мы сразу передаем прайм-брокеру. Мы не можем вывести куда-то деньги, потому что, во-первых, все проходит через прайм-брокера, который нас контролирует ежедневно. И при этом нам запрещены, например, не биржевые сделки или вот что-то такое. То есть, получается, деньги и средства клиента никуда уйти мимо нас не могут. И в этом смысле мы считаем, что это наше большое преимущество, потому что мы белее некуда и ничего незаконного сделать в принципе не можем. Вот это, как мне кажется, наш класс. Ну и третье, то, что мы можем очень специально работать с нашими клиентами, и это наше тоже большое преимущество именно за счет размера. А вообще-то любая компания – это геморрой. Ну, есть такое. Зачем это тебе нужно? Сидел бы спокойно дома, торговал бы. А сейчас тебе будут приходить, крыша протекает или в туалете там вода? Ну, во-первых, хочется расти. И расти не только в профессиональном плане, не знаю, как, скажем, инвестор, но и еще как управленец. Ну и на самом деле давать возможность людям получать то, что они хотят. Потому что когда я торгую сам на себя, ну, я там делаю хорошо себе, я там, ну, делаю хорошо, понятно, родственникам. А так у меня появляется возможность менять мир, в том числе и для окружающих. Ну, понимаете, раньше, когда я говорил, 5 человек, то теперь мы надеемся, что будет 50 человек. А если мы сейчас подрастем, накопим опыт с точки зрения всей вот этой регуляторной работы, то мы рассчитываем то, что мы, может быть, получим еще другие лицензии и будем развивать бизнес уже в более широком масштабе. То есть выходить там на сторону, а может быть и не на сторону, потому что у нас есть проекты, там, планируем что-то делать в Западной Европе, скорее вот, в странах Евросоюза, скажем так, тоже с учетом того, что у нас есть российская экспертиза, а там этой экспертизы не хватает. В общем, так или иначе, идеи есть. Александр Горчаков как-то сказал, что почти все, кто выходили на Запад, когда у него сегодня рождение, обратно уходили. Ну, у нас в этом смысле мы не хотим, точнее так, у нас есть отдельные, как бы, личные торговли на Западе, плюс предложение клиентам, которые, как-то так, обожглись на офшорных всяких схемах, сделать это по-человечески и через Россию. Это вот одно уже то, что есть внутри, да, то есть мы из России, даем возможность российским клиентам в рамках российского права выходить на западные рынки, вот, опять же, белый, легальный, но со всеми этими преимуществами. А вторая вещь, которой мы хотим воспользоваться, это, наоборот, продать российскую перспективу европейским клиентам, используя европейские же структуры, европейское регулирование, европейские фонды и так далее. Но при этом использовать эти европейские деньги для инвестиций в Россию, то есть наоборот, не вывести капитал туда, а завести его сюда. И тем самым у нас появляется, ну, очевидное преимущество перед, например, теми, кто торгует в России из Лондона, потому что мы тут лучше знаем, что происходит и как. Ну, по крайней мере, нам так кажется. А тебе не кажется, что западному клиенту как-то он как привык работать с Deutsche Bank, так он и продолжит работать, он его знает, чем с кем-то неизвестно. Ну, тот же вопрос очень простой, что у нас же не идет абстрактная вещь. То есть понятно, что, может быть, клиент миллионер, да, он будет работать с Deutsche Bank ему комфортно. А если мы можем взять, например, розницу, которая, причем даже не в Германии, там, не знаю, Чехии, Словакии, может быть, даже до Польши доберемся, то розничный клиент по большому счету страдает от того, что у них негативные ставки, что не могут заработать. По-простому, да? А второе, что, тем не менее, вот в этих странах Восточной Европы есть достаточное количество бизнесменов, которые заработали в России денег, люди про них знают, и часть людей, которые настроены вообще положительно, скорее хотят заработать деньги, нежели смотреть на вот эти всякие политические истерии, те, наоборот, относятся достаточно положительно к инвестициям в Россию, ну, вот через, конечно, официальные всякие каналы по-человечески, просто потому что они знают, например, Кёльн заработал свои миллиарды в России, в России можно заработать денег, давайте я тоже заработаю. Ну, вот это такая простая вещь, которая живет совершенно в отличном от политики мире. Ну, вот. У тебя есть дорожная карта? Сейчас у тебя два клиента. Да. Сколько будет клиентов, допустим, в июле? Ну, мы рассчитываем, что в июле у нас будет в районе, там, 80 клиентов, достаточно крупных, и что нам этого должно хватить уже для выхода самоокупаемости, может быть, даже и небольшую прибыль показывать. Как-то мы сейчас с тобой разговаривали, ты сказал, что сбросил звонок корреспондента, но это вообще опасно, потому что любое СМИ, любое, вот, повякать немножко – это бесплатная реклама. Да, это, конечно, реклама, но, понимаете, вот я, как бы, раньше, если бы я был частным инвестором, может быть, я и не сбросил. Теперь я генеральный директор лицензированной компании. А звонок был с просьбой что-нибудь рассказать про криптовалюты. И вот в условиях, когда регулирование криптовалют пока не очень понятно, я, кстати, отношусь с опаской вот к таким выступлениям, ну, потому что, может быть, я вообще, как бы, не имею права давать таких комментариев. А, ну, другое дело. Ну, то есть, неизвестно. Поэтому я говорю, что если бы это шел по области, не знаю, фондового рынка, каких-то таких вот инвестиционных компонентаций, то это всегда пожалуйста. А с криптовалютами надо быть аккуратнее. Да, да, да. Нет, но, тем не менее, спрос. Спрос есть, остается. Ну, да. Я даже был в ведущем конференции. Я думаю, если немножко... И ты тоже можешь быть таким, как я. Ну, вот, сейчас мы, как бы, разобьемся, стану большим. Красиво тут будут бегать толпы людей. А пока мы самостоятельно все делаем. Взгляд на рынок какой? В последний раз, когда я был, и предпоследний, ты был супер-оптимист по поводу облигации, Сбербанка. Да, я был оптимистом года два, наверное. Народ круто заработал, но в январе-феврале я, честно говоря, уже поменял немножко свою позицию. То есть, я сам лично продал у себя акции Сбербанка, которые у меня были, даже немножко зашортил. Клиентам и знакомым я рекомендую половину, примерно, Сбербанка, которую у них было продать. Вторую половину пока оставить, ну просто потому что непонятно, что будет ходить. Но вот половину можно смело фиксировать в моем понимании и ждать, что будет дальше. Плюс по долгосрочным облигациям тоже я вот в январе-феврале сдавал позиции. И мне кажется, что мы уже находимся где-то вот вблизи потенциального максимума, пока у меня риски сильно выросли. То есть, я бы, честно говоря, часть позиции перевел в краткосрочное ОФЗ с тем, чтобы даже подосмотреть, что будет дальше. То есть, сейчас есть риски и в Штатах. То, что про крах фондов, продающих волатильность, вы, наверное, слышали. А более такое широкое наблюдение говорит о том, что зачастую большие, скажем, провалы, большие спады рынка, они идут после одного или нескольких таких вот мини-крахов, что называется. То есть, если первые фонды Бернстернс, они грухнули где-то летом, в августе, может быть, в сентябре 2007-го, года, то пик рынка акций в Штатах был в ноябре 2007-го года, ну, то есть, там, два месяца. Примерно похожие истории были в, там, до этого, как технологический бум, то есть, там, был сначала первый круг этаж. То есть, в этом смысле мы рассматриваем вот это вот, я рассматриваю лично крах короткой продажи волатильности, как некий подвесник чего-то большего. Вот, может быть, он случится не сейчас, может быть, он случится, там, через месяц-два. Но, в любом случае, риски нарастают, а потенциальные доходности по ФЗУ в долгосрочном уже достаточно, ну, недостаточно высокие. По Сбербанку, опять же, я немножко поменял свой взгляд. Почему? Потому что я до этого все время говорил, что компания растущая, дешевая, там, рост активов по 20%, а сейчас все, как бы, рост активов вы не сами планируете, там, ну, 10%. Ну, мы даже можем прикинуть, инфляция у нас 2, но хорошо выяснить, до 3. Плюс рост ВВП, там, 2, 5. Плюс, там, Сбербанк будет расти выше рынка, еще плюс 5. Ну, вот, 10% – это некий, как бы, текущий потолок. А если текущий потолок – это 10%, то, опять же, там, согласно эмпирическому правилу, ПЕ должно быть 10, а оно сейчас, ну, там, может, 8,5-9. Ну, то есть, мы уже… Сбербанк уже в некотором роде дошел до примерного слова «справедливой стоимости», а если мы предположим, что дальше он должен расти не 20% в год, а 10, да еще туда набежала куча людей, то если кому-то придется в голову продать, то он может скорректироваться, там, на 20% легко. Ну, некий вот такой вот баланс получается, что годовая доходность, вот, из текущего момента мы оцениваем в 10%, а потенциальный риск легко 20%. Ну, наверное, стоит немножко зафиксироваться, тем более, что он, там, вырос в 3-4 даже раз в плато. Я смотрел там апсайды, вот, январские, да, ну, ВТБ – 400 рублей – справедливая стоимость, западники, ну, которые в основном – 308-340, вот так вот. То есть, мы не дошли еще, с их точки зрения? Мы не дошли, я тоже там изначально говорил, что там 350, может быть, да, но вот мы были 285, вот, уже близко дошли, мне кажется, что можно немножко потерпеть и подождать. Ну, и плюс к тому же, надо же понимать, что все вот эти, вот, в чем проблема между аналитиком, скажем, и проблема, и противоречие между аналитиком и управляющим, в том, что аналитик, он, получается, строит некие зачастую долгосрочные модели, и плюс иногда их перестраивает, когда существенно поменялись условия. А задача управляющего, оказывается, быть впереди вот этих всех событий. Вот тогда, когда меня поднимали насмерть, например, на семинаре на бирже МВБ, типа Сбербанк, до 350, да ха-ха-ха, но аналитики не выставляют такие таргеты. Сейчас аналитики выставили таргеты, но вот мне кажется, что мы уже некий большой период роста прошли, и нам необходимо, например, отстояться немножко, переварить это все обязательно. Может кто-то должен зафиксировать прибыль. Опять же, вот пошли санкции. Ну, сейчас, не знаю, введут там какую-нибудь заморозку активов на территории Великобритании. Что будут делать, не знаю, те же самые портфельные управляющие или кто-то, который из Лондона, условно, российскими деньгами торгует. Они должны куда-то срочно побежать. Ну, или, может быть, не срочно, но должны убежать. А это значит, что, возможно, они там будут вынуждены отчасти продавать. Или к ним придут с вами друзья. Ну, вот вы там, как бы, уходите отсюда, но бумаги мы не выпустим, выпустим там деньги, да, и то может быть. Посмотри, что мне люди пишут. Вот это вот, Андрей, привет. Да, какие вообще цели у Сбербанка при текущем сливе. Вот видишь, людей интересуют, какие цели. Они хотят знать, какие цели при текущем сливе. Ну, вот я тут в рамках, скажем так, науки шаманистики начал рисовать линии поддержки и сопротивления и всего такого. Но по-простому, то есть, все, что я у себя на графиках так поглядеть рисую, это наклонные поддержки, наклонные сопротивления и треугольнички. Больше ничего не делаю. А, еще бывает горизонтальная линия, если где-то долго торгуется. Вот, собственно, больше ничего не делаю и не отношусь к этому как к некоторому, там, обязательству, потому что все-таки больше такое шаманство, вот. Ну, оно может давать некоторые такие неформальные ориентиры. Так вот, если посмотреть на Сбербанк последние пару месяцев, то там рисуется такой красивый треугольник, который сегодня, да, вчера был пробит вниз. Вот с 270 он, по идее, цель некая там, 255. По-моему, даже умудрился за два дня, не знаю, что сейчас происходит, где-то вот он удалил. Некая первая цель. А дальше, куда он может пойти и там, пойдет ли вообще, я, честно говоря, не знаю, потому что мне кажется, что это все зависит больше сейчас уже от внешних условий, а не от непосредственно Сбербанка. Единственное, что меня тревожит по-настоящему, так это то, что в Сбербанк заливались огромные деньги в себе, там, в последний год. Прямо было видно, как они заливались. Если хотя бы часть из этих денег сейчас пойдет обратно, то кто-то должен это мало того, что выкупить, так еще и эти деньги найти. То есть, возможно, придется продавать другие бумаги, куда таких денег не было. То есть, это вот некий риск. И в результате получается, что долгосрочный я все равно отношусь позитивно достаточно к российскому рынку по целому большому ряду причин. Сейчас, может быть, чуть позже мы до них дойдем. А локально я бы, скажем так, поостерегся или, по крайней мере, дождался бы коррекции какой-то. Или там коррекции у нас, или коррекция в Штатах, а может быть, еще все остальное. Тем более, что есть поговорка «Sale May and go away». «May» у нас уже достаточно скоро осталось полтора месяца. Может быть, американцы сейчас пойдут снова падать. Может быть, еще что-то случится. Может быть, за санкции. Ну, в общем, посмотрим. Тем более, что внешний такой фон, он не очень позитивен. И многое, что в целом, ну, начинает настораживать. Вот. Поэтому мне кажется, что сейчас нужно немножко расслабиться, сократить риски. Не целиком, потому что мы не знаем. Ну, то есть, я говорю, примерно половину Сбербанка от текущего продать, условно. Тем более, что он сильно вырос. Риский уровень. Часть ФСШ в долгосрочных продать. Опять же, риский вырос. Положить в короткую. Всегда обойти, если что, успеем. А так, короткие ФСШ дают 6%. Ну, тоже, в целом, неплохо. Может пересидеть. Я буду после коррекции спокойно докупаться. Вот. Это, если говорить в целом. Вот. Еще я, честно говоря, сейчас начал смотреть на, скажем, дивидендные бумаги. Вот. Причем, может быть, с таким не вполне тривиальным. Ну, какую-нибудь европейскую отечественную энергетику. Может быть, НЛ или там ЕНИ, что-то такое. Я не успел пока провести там глубокого анализа. Но мне кажется, что если они способны платить там 7-8 годовых, то надо покупать. Ну, и ставки будут снижаться вниз. А это значит, что и, по идее, там цены должны расти. Ну, просто, я считаю, что это долгосрочная облигация. Это с очень большим периодом. С доходностью выше, чем у ОФЗ. Еще существенно выше. И, там, с перспективами роста дивидендов. То это хорошее вложение, мне кажется, на мой взгляд, как некая такая защитная основная бумага с хорошей доходностью, которая не зависит от внешних этих самых, которая уже имеет историю по дивидендным выплатам. Мы понимаем, что, там, наверняка, если люди пережили уже все санкции, иностранные, в смысле, основные мажоритари пережили санкции и все остальное, то, наверное, они сейчас тоже не будут бежать. Но, опять же, я повторюсь, что это у меня такие, скорее, больше интуитивные догадки. Я, например, анализ, там, как происходит ценообразование на рынке свободных мощностей не знаю. Это важно. Ну, вот, или, там, какие сейчас будут программы взамен договора о присоединении мощностей. Кажется, это не такое, там, строительство. Ну, надо смотреть, изучать. Я вот рекомендую покопать туда. Опять же, есть вот такие истории типа АФК-системы, которая вроде как говорила, что будет снова продолжать платить дивиденды, при этом стала сильно дешевая. Вроде бы они договорились, но, возможно, можно туда входить. И понятно, что, скорее всего, с АФК-системой внешние кризисы напрямую не будут связаны. А, может быть, и МТС туда же можно добавить. Ну, вот, какие-то вот такие вещи, они, которые должны быть защитными и чисто внутри. Отдельная история про Аэрофлот. Вот, что Аэрофлот сильно до этого забили. Сейчас вышел отчет. Сразу после отчета мы оттолкнулись и выросли, сколько уже получилось, процентов на 15. Вот, от минимумов. Вот. У меня такая есть гипотеза, что чем ниже нефти, Аэрофлот должен быть выше, и чем ниже рубль, там тоже, по идее, Аэрофлот должен быть выше. Так что, возможно, возможно, Аэрофлот может служить такой, скажем так, контр-бумагой, в текущем моменте, что если, допустим, цена нефти припадет, случится такой мини-кризис и рубль вырастет, в смысле рубль упадет, доллар вырастет, может быть, и Аэрофлот тоже подскочит там до 180. Не густо 10 процентов, но... Знаешь, кстати, скажу, цена нефти рухнет, доллар вырастет, рубль рухнет, народу не будет денег ездить в Европу, это Аэрофлот захлопнется. Так это же наоборот все будет, в том смысле, что... Да? Да, конечно, потому что Аэрофлот уже другая... В смысле, Аэрофлот зарабатывает на другом, у него основные доходы от транзитной деятельности, когда Москва сейчас вообще стала... Я прошу прощения, сейчас опять пойдет позитив, да? Да. Москва вообще стала хабом по далеким перелетам. То есть, грубо говоря, сейчас зачастую проще и дешевле летать из какого-нибудь, я не знаю, Китая в Европу через Москву. Потому что у нас рублевые расходы, относительно дешевый местный керосин, и такими пересадками можно смело летать. И достаточно много уже транзитных пассажиров. Соответственно, если рубль рухнет, цена на нефть упадет, то, соответственно, местный керосин становится дешевле, расходы аэрофлотовские, там, не знаю, на местное питание, местный бортпроводников и летчиков, командиров судов снижается в валюте. Соответственно, он становится очень конкурентным по цене. Ну, это прям чума. То есть, вот эти доходы от хаба Москва прикроют убытки от того, что вся страна будет сидеть за голой задницей и не может никуда летать? Ну, во-первых, страна не будет сидеть за голой задницей, а во-вторых, вот ходят слухи, что какая-нибудь еще крупная компания отечественная может обанкротиться. Трансаэр обанкротился, все прибыльные в основном слоты попали в аэрофлоту, плюс у него внутренние рейсы как бы расширились. Соответственно, я подозреваю, что скорее какой-нибудь слабый игрок обанкротится, и аэрофлот по дешевке получит их рейсы и за счет этого еще больше вырастет. То есть, в этом смысле, наоборот, сильному игроку кризис хорош, тем более, что у него есть вот эта внешняя подушка. А слабому игроку – плохо. Вот как бы в слабой авиакомпании я бы не стал везти, а аэрофлоту почему бы и нет. Почему бы и нет? Какие бумаги-то еще хуже сказать? Ты же сам про бумаги стал говорить, я молчал. Да, и какие еще бумаги? Вот я говорю, что мне кажется, что сейчас надо быть очень аккуратными. Вот, если часть портфеля можно оставить в хорошем уровне, то половину Сбербанка, который был, может быть, кусочек аэрофлота, может быть, какие-то дивидендные известные бумаги. Возможно, там, ну, Лукойла, во-первых, и дивидендная, и в целом хорошая тоже бумага. Мне кажется, что Лукойла тоже можно иметь в портфеле. Но, опять же, повторюсь, что полностью брать риск я бы на себя не стал, я бы отложил половину, не знаю, половину-треть, ну, в зависимости от кого как, в короткий ФССР, чтобы иметь вот этот вот сухой порох и иметь возможность докупить на провале, если этот провал будет. Вот, а если не будет, то мы за счет имеющегося вот в портфеле акций тоже должны хоть чего-то заработать, ну и там, может быть, всегда продать и войти. Ты сказал, в долгосрочном плане я оптимизм. Да, конечно. Ну вот почему? Вы были вчера в АФК-система, там не такие оптимисты взяты, как ты. Ну, я же выступаю как инвестор, а не как экономист. Это все-таки немножко две разных вещи. Я говорю, в плане экономики, например, мы уже говорили про вот эту авиационную отрасль, может быть, в плане экономики, если еще одна крупная авиационная компания закроется, это будет не очень хорошо. А в плане инвесторов в акции Аэрофлота это будет хорошо. Вот тут такая диалектика. Вот. То же самое, например, мы можем сказать, что, например, «Газпром» сейчас это не очень хорошо. Ну, потому что там они все строят эти газопроводы, воюют и так далее. Но если предположить, что, например, в свете текущих санкций, или то, что там Британия хочет арестовать счета наших олигархов, потому что кого-то из олигархов арестовать, то тема Аэрофлота с «Газпром» становится совершенно другой. Потому что представим себе, что старая политика, когда мы тут, не знаю, грабим, воруем еще что-то, выводим деньги в Лондон, там смело живем в особняке, закончится, что в особняке теперь не поживешь, деньги-то не вывезешь, потому что ты теперь токсичен. Что получается? Что деньги остаются в России. А если деньги остаются в России, то, значит, что с ними можно сделать? Отобрать. Особенно, если они нелегальные. Из этого следствия какое? Во-первых, нужно получать легальные деньги в России начинать, а во-вторых, нужно менять внутреннюю систему в России так, чтобы, ну, нельзя было так просто их, скажем, отобрать. И то, и другое позитивно. С точки зрения, не знаю, того же «Газпрома», это значит, что было бы комфортно, например, подсуетиться, купить сейчас, не знаю, на заемные какие-то еще деньги акции «Газпрома», завести их там, ну, не знаю, через структуру. Всегда можно придумать, как завести. Дальше в, не знаю, 20-м, 21-м, 22-м году устроить разделение «Газпрома» на транзитную и добывающую часть. Вот. Это все, начать платить настоящие классные дивиденды по МСФО. Вот. И, а лучше еще сначала это все дело приватизировать, тоже, получается, длинную долю купят тем, кому нужно, а потом начать платить хорошие дивиденды по МСФО. И цена «Газпрома», получившихся их частей, немедленно вырастет в 4 раза, там раздать это новым западным инвесторам, скажем, которые потом придут, и заработать не то, что там миллиарды, десятки миллиардов долларов. Легально, честно, ну, то есть вот класс. Смотри, «Газпром» — это некая плотина, которая бомбардируется шариками. Одни шарики бьют сверху, другие снизу. Почему ты не рассматриваешь, например, желание план Германии избавиться старческого газа, в перспективе? А потому что такого плана нет. Ну, в смысле, если бы такой план был, то Германия бы сейчас не поддерживала «Северный поток-2». Ну, это же как бы один плюс один равно два. Но Германия его поддерживает, при том, что и против Штатов, и против, понятно, всякой Прибалтики. Ну, в общем, наоборот. Германия и все. Цель Германии — это некое экономическое доминирование в Европе. А если кроме экономического доминирования в Европе в Германии будут еще основные газовые хабы, которые они будут получать напрямую из России. Вот не через какие-то там посредники, транзитеры. Прямо тупо прямой поток из России газа, который попадает в Германию. И дальше из Германии он продается. Ну, это прям чудо. Всем хорошо. А немцы при этом еще зарабатывают. Вообще класс. Так что… Как твои подходы сейчас будут меняться, в связи с тем, что видится такой момент не очень хороший до рынков? Ну, для рынков момент не очень хороший, а для нас момент хороший. Ну, в том смысле, что мы много торгуем, скажем, системно. То есть, вот есть вот такие идейные торговли долгосрочные, да. А есть, скажем, личные торговли более системные. Как раз, когда на рынках возникают паники, крахи и резкие отскоки, то они гораздо лучше зачастую прогнозируются. Вот именно на краткосрочном периоде. И на них гораздо проще становится зарабатывать, чем когда у нас постоянно такой небольшой рост, падение выкупа, падение выкупа. Вот пележка. Пележка для нас плохо. Сильные движения хорошо. Поэтому мы специально сейчас двигаемся в сторону, скажем, более оборотистых каких-то вещей. Тем более, что с собственной компанией, вот, для собственной торговли, получается, издержки резко снижаются на торговлю. Потому что брокерские комиссии, по сути, остаются в том же самом кармане, своем собственном. Вот. А с другой стороны, мы уходим больше в долгосрочную торговлю и какую-то там диверсификацию с тем, чтобы иметь возможность рекомендовать клиенту делать те или иные действия, ну, скажем так, на большем объеме, да. Ну, вот я тут пока с тобой разговариваю, на Вилл в Яндексе про Меркель. Она действительно хочет от такого газа трубопроводного построить СПГ, чтобы принимать танкеры и США, в том числе и США, а также возобновлять энергетику, чтобы постепенно избавиться от газа. Ну, это все замечательно, желание постепенно избавиться от газа. Насколько я знаю, они до сих пор пока не избавились от угля до конца. А уголь является гораздо более грязным источником энергии, чем газ. В этом смысле они, как бы, могут говорить все, что угодно, и про СПГ-терминалы могут говорить. Но вот есть уже пример СПГ-терминалы в Польше, которые это построили, открыли, с помпой, красиво даже, может быть, один раз туда привезли, а все равно сидят на российском газе, потому что дешевле. И вот с точки зрения политики и какой-то такой демонстрации продемонстрируют, что есть СПГ – это хорошо, а дальше все равно будут использовать российский газ и, допустим, даже будут менять уголь на российский газ. Но это еще лет 15-20. Потом вот есть текущие холода. Выяснилось, что почему-то альтернативная энергетика, она прекрасна до тех пор, пока у тебя зимой нет солнца, условно безветной погоды и минус 5. И тут вся альтернативная энергетика немедленно глохнет, потому что надо греться холодно. А чем греться, кроме газа, больше вообще ничего нет. И в этом смысле то, что «Газпром» доказал в очередной раз, что он может резко достаточно нарастить поставки и обеспечить необходимый объем газа, мне кажется, это хорошо. Плохо, что акционеры от этого получают маленькую, скажем, дырочку от бублика. Но в моем понимании после 2020 года есть шансы, что это все поменяется, и тогда стоимость, которая сейчас закапывается в землю, она внезапно вырастет, выяснилось, что «Газпром» будет стоить 500 рублей за акцию. У меня неприятный к тебе вопрос. У нас в наше время интервью вышло, осталось 3 минутки. Какой вопрос я не успел тебе задать, а ты его ждал? Ждал-ждал, а Верников молчит. Ну, у нас выборы президента скоро, наверное, или там какая-то экономическая программа правительства. Ну, давай. Про «Клубничного короля» расскажи что-нибудь. Какого? «Клубничного». А, про «Клубничного короля». Ну, мне кажется, что это второй эксперимент КПРФ по выводу, скажем так, альтернативного от Геннадия Зюганова кандидата, и мне кажется, что они не вполне с ним угадали, им надо перестраиваться. Вот что я хочу сказать. А так-то мне, честно говоря, кажется, недавно читал интересную статью от фонда «Карнеги», от Московского центра, про то, что после выборов мы окажемся в постпутинскую эпоху, даже несмотря на то, что Путин будет править еще 6 лет. Вот я, честно говоря, очень люблю публикации нашего центра «Карнеги», мне они кажутся крайне ангажированы. Ну, и вот здесь вот понравилось, что в любом случае уже будет начинаться переход к некой новой эпохе, будут появляться новые люди. Ну, потому что и Путин уже старый, и плюс надо все равно тут как-то нам меняться, тем более, что внешняя, скажем, ситуация не вполне благоприятная, очевидно, что нас будут давить до тех пор, пока они не переплютятся на Китай. И вот нам надо всего-то продержаться 5-10 лет, а дальше займутся Китаем, потому что Китай уже настолько окрепнет, что его незамечательно партнериться будет нельзя. Ну, ждем новых реформ. Реформы, очевидно, будут. Насколько они будут глубокие, насколько большие, я не знаю, но рассчитываю, что они будут продолжаться и даже ускоряться. Путину, собственно, тереть нечего, ему надо остаться в истории, не только как, не знаю, объединителем России, собирателем и человеком, который, ну, скажем, заставил считаться с Россией на внешней сфере, но самое главное же, что теперь ему нужно достойно уйти. Каким будет этот уход, ну, я не знаю, может воспользоваться операцией, как сделал Ельцин, не исключено. Возможно, там второй вариант, когда появятся 2-3 кандидата, скажем, изнутри сферы, которые будут между собой бороться. Один будет более либеральным, другой будет более силовиком, может, там еще какой-то третий будет. И что у нас появятся нормальные, настоящие конкурентные выборы, как в Штатах же, у них нормальные конкурентные выборы между двумя партиями власти. Вот, я думаю, что у нас в России может случиться на следующих президентских выборах что-то такое, что будет два, как бы, нормальных конкурента, только, так сказать, не от партии власти, а от, как бы, текущей властной элиты. Один из которых будет более чуть правый, другой будет более чуть левый, и мы, как бы, зрители и избиратели решат, кто им милее. Ну, почему нет? Всем успехов с выборами и успехов в инвестициях, и будьте поаккуратнее и осторожнее.